Красное море Красное море – это необыкновенное море. В этом великолепном подводном саду обитают более 1200 видов рыб. Мы расскажем лишь о некоторых. Во всем многообразии подводной фауны Красного моря они наиболее известны и интересны для дайверов. Они ходят легенды. Именно об этих обитателях морских глубин ныряльщики с гордостью говорят «Я их видел». Конечно же, первое место в этом рейтинге занимают мурены. У этих крупных морских хищников нет грудных плавников, поэтому они более похожи на змей, чем на рыб. Сходство усугубляется безобразной головой с маленькими глазами и огромной пастью. Челюсти мурены усажены острыми зубами. Иногда зубы настолько велики, что мурена не может полностью закрыть рот. Кожа мурен голая, без чешуи. В тропических морях обитает множество видов мурен. Только для Красного моря известно 15 видов. За 8 дней, проведенных на подводных сайтах островов Гифтун в окрестностях Хургады, я встречался с муренами очень часто. Причем их окрас практически не повторялся. Самые распространенные в Красном море это гигантская мурена, желторотая мурена и небольшая перечная мурена. Кстати, последние бывают совсем маленькими. Вот это, например, в длину всего-то сантиметров 40. Для того, чтобы снять ее на видеокамеру, мне пришлось подплыть вплотную к норе. Несмотря на устрашающий вид, мурены робкие животные. Конечно, змеевидная форма порой гигантские размеры до 3 метров. Впечатляющий рот, всегда открытый и снабженный острыми зубами, внушают страх. Однако, если его преодолеть, общение с муреной не представляет опасности. У мурен слабое зрение. Когда они не охотятся, они не агрессивны. Их даже можно потрогать. Но только не за хвост, а ближе к голове. Рот у мурен открыт, чтобы увеличить приток воды в дыхательный аппарат и для обогащения крови кислородом. Кстати, был свидетелем такого зрелища. Маленькая синяя рыбка без опаски заплывает в рот к мурене и что-то там щиплет в пасте между зубами. Мурена закрывает рот, рыбка спокойно остается в пасте. Потом спокойно выплывает. Впрочем, говорят, что случайный укус мурены очень опасен. Рана может не заживать месяцами из-за инфекции. Поэтому не рекомендуется слишком доверять или докучать муренам. Гладить их или того хуже кормить. Еще с детства, после знакомства с творчеством французского фантаста Жюри Верна, помните его роман «20 тысяч лье под водой», осьминоги не вызывали у меня приязни. Впрочем, еще с древних времен у людей сохранился животный страх перед гигантским осьминогом Кракеном, топившим целые корабли. Однако после более близкого знакомства с этими головоногими моллюсками мнение о них у меня изменилось. Теперь осьминоги мне даже очень симпатичны, а их повадки и привычки вызывают восхищение. Если спросить у основной массы дайверов, видели ли они осьминога, то получишь положительный ответ. Это такое небольшое, бесформенное и пугливое существо, которое, увидев ныряльщика, тут же норовит спрятаться в щель под кораллами. Они прекрасно воспринимают оттенки яркости и обладают уникальным чувством, одновременным осязанием, обонянием и вкусом. Осьминог – прекрасный имитатор. Рядом с кораллом он приобретает форму и цвет коралла. Рядом со скалой сливается с камнем. При раздражении начинает менять свой цвет. Живут осьминоги сравнительно недолго – 5 лет, а врагов у них практически нет. В рацион питания осьминога входят гребешки, мидии, другие ракушки, креветки и крабы. Оседлые осьминоги обычно выбирают нору под большим камнем или в расселении скалы. Пристрастие к чистоте своего жилища обычно выдает осьминога. Перед входом в нору всегда навалены пустые створки ракушек и панцирей крабов. Присутствует песок серого цвета. Пришла осьминоги не слишком заботятся о своем жилище. Они частенько днем занимают какое-нибудь углубление в дне и, приняв цвет окружающего грунта, занимаются поеданием ночной добычи или дремлют, прикрыв глаза. Днем они обычно не слишком активны, зато, встреченные ночью, они всегда ярко-красного цвета и очень быстро передвигаются у дна. Света фонаря не боятся и легко уходят от луча, стремятся спрятаться под любым подходящим камнем или убежать, скрывшись за дымовой завесой с чернем. Один из самых ядовитых и, к тому же, самых уродливых морских обитателей рыбоками. Ее называют еще бугорчаткой или бородавчаткой. Плавец она неважный и почти все время проводит на дне. Это существо длиной всего 15-20 сантиметров с безобразной крупной головой, маленькими глазами и большим ртом с выдающейся вперед нижней челюстью. Голое, без чешуи, коричневато-бурае, иногда со светлыми пятнами и полосами тело рыбы покрыто буграми и бородавками, а из спинного плавника торчат жесткие ядовитые шипы. Искусству маскировки этого существа позавидует любой снайпер-профессионал. Рыбокамень меняет цвет в зависимости от окружающей среды. Кожа бородавчатки снабжена железами, выделяющими вязкую жидкость, облегчающую крепление к песку и водорослям. Обычно рыбокамень прячется среди кораллов, под камнями, взрывается в песок и даже может остаться на берегу в лужах после отлива. Она похожа на обломок камня и неприметно окрашена, поэтому заметить ее практически невозможно. Если человек наступит на рыбокамень или случайно дотронется до нее, она тотчас же вонзит с него шипы плавников, в основании которых находятся ядовитые железы. Яд бородавчатки – самый сильный среди производимых рыбами ядов, и ее укол может быть смертельным для человека. Известный случай, когда человек погибал через несколько часов и даже через несколько минут после укола ядовитых шипов. В Красном море обитает пять видов крылаток. Эти рыбы обладают оригинальной внешностью. Это отражается в многочисленных названиях рыбы – зебра, рыба-лев, рыба-индюк, огненная рыба. Однако это не только одна из самых красивых красноморских рыб, но и одна из самых ядовитых. Конечно, трудно в это поверить, уж больно симпатичные создания парят в воде. Но крылатки действительно опасны. Они хищники. Охотятся среди коралловых рифов на мелкую рыбу, крабов и креветок. Причем могут как поджидать добычу в засаде, так и преследовать ее. Если крылатка затаилась, полосатая окраска и многочисленные выросты на теле маскируют ее, расчленяя контур. Длинные, мерно колеблющиеся плавники и выросты на голове делают крылатку похожей на пучок в отрасли. Когда любопытная рыбка, привлеченная шевелением, приближается к крылатке, попадает в широко раскрытый рот. Крылатки активны в сумерках и ночью. Голодные рыбы могут охотиться и днем. Опасна не охотящаяся, а обороняющаяся рыба. Зачастую крылатку не волнует присутствие дайвера, и к ней можно легко приблизиться. Но желательно наблюдать за ней осторожно, не притрагиваясь. Если рыба почувствует угрозу, ее реакцией может стать атака непрошенного гостя. Как бы привлекательно не выглядели крылатки в воде, не трогайте их, не загоняйте в углы укрытий. Иначе они могут броситься на вас. Защищаясь, рыбка поворачивается спиной к врагу и молниеносно наносит ядовитый укол длинным спинным плавником. Сначала укол кажется пустяковым, почти незаметным. Но боль постепенно усиливается до такой степени, что человек может потерять сознание. Живут крылатки парами или группами. Коричневополосой крылаткой зеброй, отличающейся нитеобразным видом своих лучей, лучистой крылаткой и довольно редким, не так и не удалось ни разу с ним встретиться, короткоперым дендрахиром. У последнего рода крылаток лучи грудных плавников соединены перепонкой. Несмотря на название морской кот, к семейству кошачьих не имеет никакого отношения. На самом деле морской кот – это скат-хвостокол. У основания хвоста располагается большая, зазубренная по краям колючка, уколы которой опасны. В желобке колючки имеются ядовитое железо. По статистике, ежегодно от укола шипом морского кота страдают более 3000 человек. Скаты, так же как и акулы, принадлежат хрящевым рыбам. Питаются они мелкой рыбешкой, рачками и червями. В Красном море очень часто можно встретить красивого желтого с ярко-синими пятнами на спине ската. Это тенюра лима. Она медленно передвигается или лежит на дне. Увидев человека, скат может быстро закопаться в песок. Длиной он около 70 сантиметров. Довольно робкий, но может больно уколоть хвостовыми ядовитыми шипами. Поэтому со скатами нужно быть предельно осторожным. Чем меньше скат, тем больше проблем он может доставить. Кроме хвостоколов с ядовитым шипом, есть и электрические скаты, которые опасны тем, что могут полностью взорваться в песок и способны устроить настоящий электрический шок любому, кто побеспокоит. Встречи с такими созданиями можно ожидать уже у самого берега с песчаным дном. Глажаберные моллюски, или как их еще называют морские слизни, всегда отличаются яркой окраской, необходимой для предупреждения возможных хищников. В качестве защиты эти существа имеют свою высокую токсичность, что делает их несъедобными. Глажаберные получили свое название за то, что их жабры находятся снаружи и колышутся в воде, соединенный расположенный на спине маленький пучок, называемый жаберным. На брюшке имеются два маленьких выроста, называемые рогами. Это органы осезания. Самый знаменитый глажаберник – испанский танцор. По ночам он грациозно кружится в водах Красного моря, колыхая краями своей красной мантии и выставляя на показ свой жаберный пучок. А эту гидру, настоящее ночное чудище, словно удравшую из голливудских кошмаров, я запечатлел во время ночных погружений на побережье Хургаде. Своими щупальцами моллюск загоняет в отверстие рта воду, насыщенную планктоном. Затем эта вода прогоняется через многометровое тело-трубу, где планктон оседает на стенках желудка, а вода выходит через заднее отверстие, словно живой шланг-пылесос. Вообще, ночные погружения – это особенное восприятие окружающего тебя подводного мира. Все вокруг иное, чем при солнечном свете. Другой мир – другие обитатели. Кто-то спит, а кто-то, наоборот, активен. Стоит выключить подводный фонарь, и тебя окутывает полнейшая тишина и кромешная темнота. И мороз по коже. Коралловый риф Красного моря – это сложная экосистема, в которой существуют самые разные виды живых существ. Многие эти виды уникальны и нуждаются в нашей защите. Несмотря на свой порой устрашающий вид, подводные обитатели беззащитны. И одна из миссий человечества – сохранить этот хрупкий подводный мир, донести его до последующих поколений во всем многообразии форм и цветов. Это совсем нетрудно. Только смотреть и восхищаться, ничего не трогать и не выносить из воды.